И затем он опять вставил, и опять же это самое в общем-то. Таким образом, угодно и любой текст практически, да, не может быть и не все. И вот это принципиально важное, когда мы начинаем говорить о творческой истории жизни Абсимова. Потому что два текста, которые, в принципе, имеют довольно близкое отношение к жизни Абсимова, были созданы еще в двух революциях. Первый текст. Называется «Хлебаха». Первая публикация 1904 года, затем под заглавием «Сон Абдонового внука» в 1910-е. В 15-м году под тем же заглавием будет создание сочинений, потом несколько раз перепечатывается, но самое интересное. В 26-м году, в разгаре работы над жизнью Абсимова, переработанного видео, он публикует этот отрывок под названием «Далекое возрождение», «Повременно в новой риге», а в 37-м, в последних новостях, под заглавием «Мусик Лев» и «Сосновский жизнь Арсеньева в ряду первого возраста». И то же самое я буду открыть ваше внимательное телевидимое перечисление, но то же самое с вторыми текстами, которые называются «Унистовый день. Первая публикация 1907 года». То есть вот эти промежуточные тексты, у которых мы играли по начальними. Что касается начальных текстов, вот этих самых первоначальных набросках, мы вообще не знаем, что с ними было, и не знали мы, есть ли будут сохранены начальные тексты последнего «Сосновского года жизни». Мы наоборот и будут последние коллеги. Это вот такие вот заметки, сделанные на папиросных коробках, на убытках в газете и так далее. Очень краткие. Которые, кстати, тоже непонятно не будут публиковать, потому что одиннадцатая записная книжка, подробная, которая сделана героями «Молодной войны», она все это переписала. То есть повторяться будут без конца. Если могу говорить про записную книжку, а потом еще вот эти совханившиеся, но это уже так делилось. Так вот, Григорий, какие-то начальними тексты, которые уничтожались. Значит, из них появились два промежуточных текста, которые вроде бы могли повлиять на жизнь Арсеньева, а они между разными главами, где бы многие были определены. Но, казалось бы, первая книга уже создана концепция такая. Она уже, если бы она в том числе составила первые знания. Бунин правил третий концептные тексты в Минском архиве. Это есть в основном архиве Бурицы. Шариковая ручка. Это значит, еще в конце 40-ка он назначается третий текстом, который нужно назвать альтернативными вариантами первых книгей «Жить консейера». Альтернатива. И полезно ему править это не просто так. А, вероятно, будут на том, как включить и переработанные главы Киргогенедии, новые знания, которые в 52-м сетях будут подготовлены. Таким образом, творческая история «Жить на Арсенье» начинается значительно раньше, чем появляются первые собственные тексты в заговоре «Жить на Арсенье». А этот момент вполне возможно будет повторяться и дальше. А этот момент, наверное, как это будет перекликаться у нас с теми вариантами, когда ты через 30 лет обращаешься к своим старым дореволюционным текстом. Вот это первое предложение. Дальше. Как известно, создавалась «Жить на Арсенье» с середины 20-х годов. Первый открытки из романа «Буденач» начали печатать газеты в 27-м году. В 28-м году в газете «Последние новости» появились отдельные главы из романа, а в журнале «Современные записки» был выпечатан первым текст первых трёх книг. В 29-м году газета «Последние новости» частично и журнал «Современные записки» полностью представили читателю «Четвертого друг друга». В 30-м году эти четыре книги вышли, собственно, в издательство «Современные записки», «В 2021 года». «Будену» постаматываться не собирался, хотя думал о «Волите на новый формат» воинствования – экспериментаторство, которое мы вечно используем. «Будену» и «Коломену» записывает слова «Буды» 20 октября 28-го года. Кстати, вспомнил тоже по поводу того, что мы уже обсуждали. Мне кажется, что ловность Луглина – это исключительные литературные свидания. Мне кажется, что в третьем уровне новых материала Луглины мне это удалось убедительно показать. То есть, когда она подписывается как человек, она подписывает Луглину. А Луглина Луглина еще с 30-х годов, да, она использует это изображение свидания, когда она печатает какие-то свои заметки. Мне кажется, что стоит придерживаться. Так вот, четко. Разберись. Всевременно все-таки придерживаться. Военных. Ну, военных. Ну, военных, военных. Расскажите, пожалуйста. Да. Вот. Игорь Николаевич, на пацану в октябре 1928 года, в моей работе на четвертой книге Романа пишет, «Вечером ян долго говорил о жизни Арсении». Он очень играет вид, что дал такое заглавие, что нужно было бы назвать в истории дней, уже так не взорвался, и писать как-то отстой, лучше я написал детство, отрочество, юность и запутаться. И мне кажется, лучшая моя, что я больше не пишу. С 17 лет я написал в первых книгах, а 40 лет я должен написать в одной, в крайнем случае, в двух. Ну, и так далее. Да. И он продолжает нам успевать. Интересно, что в Иране продолжение есть разное. Ну, и другая книговая запись. Она сделана 13 февраля 1929 года. Потом Яна расспрашивали о жизни Арсения. Арсения, да. Он рассказал и о дальнейшем содержании Всевышнего Востока. Мы попросили его и нам сообщить. Он кратко сказал. Вот молодой человек ездит, все видит, переживает войну мира, а наносуя затем облашевизм. И приходит к тому, что жизнь выше всего и тянется к ним. То есть, Арсения должен был прожить практически долго жизнь, для того, чтобы определить мировую войну и право испытания. В 30-летней году определяется пятая книга романа. Почти полностью с объявлением записок в частичных последних новостях. Небольшой открыт, который выполнен в осенью 1933 года, уже было известно от присуждения Могилевской кремии, отдает книжку «Газете сегодня». В скором кремии предполагалась шестая. И вот, собственно, материалы, которые хранятся в узком архиве улице, которые были вознаглавлены как втором обломе жизни Арсению, это материалы, которые соединяют пятую книгу с каким-то вероятным предложением. Однако, продолжим минимумы. И вот теперь могу перечислить те случаи и текста, которые у нас есть. Их, в общем, довольно много. Значит, подпись у этого подписи, которые в большей частью хранятся в роли, и совсем не может храниться. Для каждой еды существует, как правило, один вариант рукописи. Вероятно, это какой-то вот принципиальный набор, выполненный, вероятно, в университетами вместе, потому что, вероятно, не доложные, по-своему словам в основном, видимо, какой-то вот последний вариант, то есть, да, переслываться в узком архиве и теперь храниться в других. Хотя, ну, не всегда это правило работы, какой-то момент, когда глава имеют глава. И вот, собственно, рукописи это первое, что мы имеем в качестве источников текста. Вторым источником идут газеты, и вариант текста обычно существенно отличающиеся от рукописи. То есть, между вот этой рукописью, которая хранится в ГАЛИ, и газетным текстом были еще такие варианты текста, которые до нас не нашли. Звуми на этом постаре. Мы не можем представить себе всю цепочку, то есть, у нас нет ни одного текста, всей цепочки вариантов, которые хотелось бы видеть. То есть, все рукописи, после этого времени мы говорят, какой есть участок. Затем рукопись, представленная в редакции на газете. Затем рукопись, представленная в редакции на журнале. Да, вот в цепочке этой нынешней мере. Значит, газетный вариант текста второй источник, существенно отличный. Журнальный вариант текста – третий источник, тоже часто сильно отличающийся на газете. Четвертый вариант – текст издания 30-го года, который от журнального отличается совсем не сильно понятно, потому что, в общем, времени пошло немного возникло. Следующий, пятый у нас в этой части источники – это правка 34-го года, в результате 30-го года, хранится в него регулярно. По-видимому, сделано для издания, который написал. Большая часть правки в Петру Павесиличкина, но есть существенные назначения тоже. То есть, по-видимому, была еще одна правка, перед тем, как текст, собственно, стал отпечататься в 11-м. 1-го года. Следующий источник текста – это, собственно, текст софтами освещения и неизвестного петра. Следующий источник текста – это, собственно, имена Троополиса 39-го года. Следующий источник текста – это экземпляр и некие справки 47-го года, вот так, непонятно, почему это неизвестного 47-го года. Показательность на катастрофе 47-го года правил требовать с разведкой данной, о котором я говорил. Следующий источник текста – это экспонтение с 47-го, 89-го годов на очень интересном изумляне. Это экземпляр издания «Фотенцатора года», который строит, собственно, их среду искупрема. Александр Куприн и его фактические адресы. Можно предположить, что экземпляр в библиотеке Куприн отдал его, наверное, перед отъездом в СССР. Потому что, как он не начали, оказался лицей абсолютно непонятно. Собственно, там, где хранится все то, что осталось после Куприн на 30-8 месяцев. И вот в этом экземпляре самое интересное и очень существенное дополнение к тексту последней главы, которые вовсе меньше вариантов немножко. Следующий в источнике текста. Этот текст подготовлен для нового издания 52-го китаа. Причем сделан этот результат. Лично, своей рукой, будем нарисовать по графику. У нас победили единственный раз. Значит, мы выполним он следующий образом. Взятый на 11-й пункт Петрополеса. Причем, вероятнее всего, угрожает. Потому что на 1-й теле крестов текста нет. И от первого издания этого текста существенно много отличается. Поверх выполнена правка. Затем, разработанные на листы в зубе веке 39-го года. Поверх выполнена правка. От первого правка с 87-го года тогда внесена. И вот все это, в целом, да, все это основание великописных материалов, в принципе, отражает в районе 52-го года. То есть вот это как раз то, в той выпуске, которая, видимо, была в данном издательстве, не ничем, а в другом анализме, для того, чтобы печататься в районе 52-го года. Предпоследние источные текста. Это, собственно, экзаменное издание. «Жизнь Арсеньева» 52-го года, издательство «Виде». И последние источные тексты, это издание 52-го года «Царковской партии». На обложке «Красно-шариковой» и «Оченью порезанной рукой» и «Инной» 7 марта 52-го года. Традиция этого демора ГПК, и это, собственно, Ирина Николаевна прислала, опять же, тоже Маск. Вот тот текст «Жизнь Арсеньева», который он читает в шести тоннике, «Жизнь Арсеньева». «Бабарека» сделал по твоему издание «Жизнь Арсеньева». И это, собственно, не единственный текст, который приближен к нормальному тексту «Жизнь Арсеньева», потому что все остальные тексты в девяти тоннике вообще разносятся очень сильными измерениями, очень по понятным причинам. Это все пока известно. Вполне возможно, что что-то еще там находится. В связи с этим возникает вопрос об основном тексте. И вот как мы только что сегодня объяснили, очень мне понравилось высказывание Алины Михайловны и Концовы о том, что правка на «Жизнь Арсеньева» должна рассматриваться как намерение, на «Жизнь Арсеньева» до никакой тиражурных фактов. Собственно, если вот так рассматриваем эту правку, то основной текст – это, конечно, независимый действие второго рода, который мы успеем подготовить сам, но даже на нем в источниках, который нам показывает, как мы делаем. Но даже если предположить, что последняя авторская воля должна на нем константно соблюдаться, и очень трудно соблюдать, на самом деле. Потому что в основе вот этой правки губовековского экзаменов и так или так или так, исправление, которое делает не последовательно. Там, где, видимо, попала сезон глаза, и видимо, он уже очень больным, необычным, он читал временный розыск и читал одну открытку, просто на родном и другом месте, но он уже практически вероятно открывает. То есть в некоторых главах везде надъем, где нужно его поставить на точку. В некоторых главах везде. В некоторых случаях пропущенные места, где нужно поставить точку надъем. Да? Они везде продаются на уровне много. А график, Сиен и МЦ, но в некоторых случаях это, опять же, и это основа партнерского экзаменов. Плюс к этому вычеркнуто несколько очень интересных раздаций, без которых очень, это, конечно, чисто субъективно, мне кажется, для всего проекта. Так вот, если предположить, что все-таки десятые страны, мы, следовательно, должны поставить везде его там, где поставили и стоить там, где его поставили. Надо быть в последовательстве. Если мы печатаем роман, поэтому не за ним. Если мы выкидываем те абсации, которые выкидывали в Ларехов, плавные в союзском издании, и не абсиньево согласно и не абсиньево, то нужно, соответственно, и другие справления, которые мы внесли в текст своего романа, примените, да. Мне кажется, очевидно, что это надо посчитать после редакции. Это после редакции играть в редакциях, подробно, а, собственно, печатать текст по 52-му. Еще один вопрос, который по пункту текста основного, возникает вопрос о форфографической энергии. Известно, что Дюйн настаивал бы и после второй мировой модели о том, что мы все его тексты печатали с форфографией, если бы это технически было возможно. Но до него как-то удалось донести, что технически это уже практически никак не реализовать, потому что все типографии разработок мало осталось. Возможности не печатать старые форфографии, его как-то нементабельные и так далее. В общем, будем мы согласились на то, что из Марсеньева будет не печатана новая форфография. Тем более, что издательство Игни-Чехова довольно жесткая переговора, его не жесткая объясняла, да. Но, когда мы открываем издание 52-го года, мы начинаем читать первый отзаз, вещи не дела, вещи не написаны не бывают и так далее. Весь отзаз там старая форфография. И это по-людиму не спереди. То есть цитаты из древних текстов созданы старая форфография. А дальше я родился с 2-го абзаца, да, этот текст идет по-другому. Интересно, что этот принцип не последовательный произведен до 52-го года. Дальше даже цитаты из древних текстов будут заданы на форфографии. И вот перед нами встает вопрос. С одной стороны, идея понятная, идея красивая. Все тексты из древних текстов и по-другому не ангельские тогда тексты, да, тексты маленькие, много, да, можно сказать, старая форфография. Ссылаясь на то, что, в общем, идея такая-то не было. Либо от старой форфографии отказывался совсем, и добавить новую аэрфографию и первую аэрфографию и некоторые другие маминки, которые там дали, опять же, в старой аэрфографии. Ну и больше 21-й. Вот такой изысканный. Да? Здесь, в принципе, в 2-ю абзацу, по-другому сделать невозможно, но нам решение нужно принимать, но мне кажется, что 1-го и 2-го в 2-ю абзацу. Ну и, пожалуй, на этом можно завсучить. Скажу лишь то, что мы, собственно, со студентами Петербургского института культуры уже практически сделали основные тексты. Мы, во-первых, студенты на графике в истории 52-го года. Почему? Потому что создали альфографию так удобнее, чем сканировать, а потом, особенно с тем, как у случаями старая фотография. Вообще прекрасен, мне кажется, такой удобнее. В общем, текст нормальный, текст практически виден. Не все еще решения приняты, большинство решений принято. Так что, в общем, что касается основного текста жизни на сцене, у нас есть, мы их решили на нормальном самом деле. Самая главная проблема подготовки к этому изданию это обработка редакции в том, что в Болгарии находятся пять огромных папок с тем самым редакцией вариантов. Я, честно говоря, три с половиной даже проработал. я их, собственно, в таком плане, что я среполагал издатию похоже на предпамятники либо это вообще предпамятники да, в предпамятниках, как все нам хорошо известно, даются основные варианты редакции. То есть, если мы все-таки готовы предпамятниковские издания, то можно сказать, что если не половина, то близкая половина часть работы с редакцией вариантов. Но, если мы говорим об академическом полном издании, нам нужно обрабатывать все редакции, варианты. А я, собственно, не обращал внимания, но не фиксировал. Варианты, когда, например, подлепительная операция перед существителем, когда правка может скрепить существенно, когда правка значительно более существенная, то есть она будет переставляться предложение амзации, когда вносится фраза новая или фраза вычеркивается. Это меня, собственно, зафиксировало. В принципе, если говорить о академическом полном собрании сочинений, то всю эту работу с редакцией вариантов можно проделать еще раз, для того, чтобы зафиксировать абсолютно все это работа окажется в области. Так что, если кто-то из эскарантов захочет участвовать или получил их всячески время очень поможет всех общих сделать. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, я стал продолжать вопрос на институту и потом попросил Аксинь прием сразу несколько вопросов что может быть упомянуть. Говоря вот Фера Патронский, в жизни осень подалет из них, в том, что начало с возрастения, но еще многое это что там было? Да, собственно, я все по правской библиографии посмотрел. А сейчас я вам скину скажу. Но на Рих, насколько я могу, такого издания не могу, но можно посмотреть два вызова издоров земли, в принципе, там были но насколько я знаю, этот текст был перепечатан из возражения газет сувором. Я проверю, потому что у меня в любом случае может быть зрители даже это задолженно. Спасибо. Это одно, потом еще уточнение по поводу 5-й книги, которые печатались в целом мировой записке полностью, в 33-м почти полностью, мы начали печатать последние новости. из-за того, что там была интенсивная политика, встречающая спаренные публикации, то есть Татьяна Мирюкова написала у меня в публикации писем Мирюкова тоже отражена история и напечатала весьма фантаминского Мирюкова публикации на газету и вообще оказалось совсем сопримечеству и тогда как раз начали печатать 5-й книг так что дуэки уже частично в последних новостях перенесли печатать неверная информировка потому что сначала потом вероятно после публикации в последних новостях предполагалось все вот насколько я помню как раз в том издатель Валерий Анатольевич не только вокруг архивов из временных записок обсуждались варианты печатных романов этой книги но насколько я понимаю изначально действительно редактор современных записок поскольку не могла оплатить достаточно много платила меньше чем последние должности она давала разрешение и буни всем другим мастерам чтобы они два подвала не более двух подвала доказали газету и еще и это был непрекрасный опечаток но на непрекрасный автор 1 они сказали что нечего перебивать и это был как раз тот момент из-за из-за этого они не разрешили напечатать а он все-таки напечатал там был большой что почему не слушать ну действительно принесли на следующее что не не вот еще уже по поводу публикации сегодня 33 годы после вы сказали что это трудность Арсения помогает но насколько явно не точно да скорее всего просто газеты перепечатывали из-за современной записи они все-таки ниже с разрешениями и сегодня спрашивал разрешение большинства американских газет которые перебирают сегодня перепечатывало очень много по сравнению с правительством при том что золотейшее было издание там отдельная история сегодня история очень поэтому мне кажется что это была переменчатка это не опустили в смысле напрямую вот издание и история и вот тоже хотел вот в какой-то степени соображение я все время смотрел фонд последних новостей дальше что интересно ни одного автобуса в личном фоне в Европе я нашел 4 письма очень маленькие фонд последних новостей очень маленький фонд там только 20-25 но вообще как такового фонда последних новостей может быть не сравнивать что для такой газеты должен быть огромный фонд а там в России остались только вот эти пословки 20-21-го года и то, что мы с фондами любого нам больше чем дальше спасибо спасибо дима дима а добавление к Антон Владимировичу по поводу газеты от Рыбка Жизнь Арсения не помню сейчас на память с какого какого-то шелого-то разговора но мне однажды да он говорит вот тоже мне бабу-бал сократил начал нависок сокращать изуродовал и написал то есть где газеты даже где вот этот текст специально что много его нужно сокращать вот о чем это можно вычислить понятно просто газетный текст обращать собственность и тут могли быть что угодно рамки глянты или обопись полностью даже и последнее что касается этих первых рассказов которые очень замечательная история и лишний раз подчеркивает метод продолжится работать именно вообще вот как я говорил он возил с собой неоконченные вещи а здесь он что сделал они на публику но он вспомнил что было 40 лет назад взял эти два рассказа дал новую жизнь вот этого 8 лет 4 назад назвал их задумками жизни хотя бы это вообще не помню а жизнь арсима начнет полность 20 лет ну что следующий докладчик Максим Станиславович Аблинский круг чтения Путина как научная проблема подчеркивает 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 поиск и к в 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 подчеркивает об в в в в в как в в в в в в в Кто Леонид Николаевич Салсой читал внимательно, что я уже читал. Собственно, этот вопрос и встает в случае с Бунином. Как нам будет крупным чтение Бунина, если нас не нашла никакая библиотека и список для них? Мы хотим предложить создать крупным чтением Бунина. Для начала я хотел бы рассказать по особенностям некоторых прозы Бунина, а потом уже перейти к идее создания крупных чтений. Прозы Бунина, особенно в хозный период творчества, изобил множеством цитатов этих. Это четко прослеживается в жизни Арсеньева или же в «Темных оленях». Такая тенденция висует перед нами чьи-то параллели с модернистскими и постмодернистскими традициями. Как заметил уже Евгений Артольфович, Любой кунинский текст это представляет как процессный результат, то есть как нечто текущее. Отсюда и следующее, помимо нового взгляда на театрологию у Кунина, требуется и дополнительная новость облагательного. Такой базой мы хотим назвать кручение. Как мы хотим его создать? Мы предлагаем два способа. Первый – создание кругочтения по тексту Кунина, то есть вычленение какого-либо апреля текста, на основе, где происходит цитирование о людях и так далее, с целью вычленения какими-нибудь литературными книгами, которые, как мы можем считать, читал. Второй способ – это установление текстов на основе эмуара, биографии и переписки. Начнем с первого способа. Как я и сказал, нас интересует любой другой текст, где есть цитаты из произведения, отсылки, эминиссенция, орудия и так далее. Далее мы устанавливаем источник цитаты и реальность. Продолжение следует...